МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я хочу сказать, что эти испытания начались еще задолго до проведения каникул школьниками, поскольку каждый из них прошел и школьный, и муниципальный этапы. Те, кто едет побеждать, конечно же, не скрою, они готовились. Кроме того, нами на краевом уровне те дети, которые уже были приглашены на региональный этап, для них были организованы учебно-тренировочные сборы по химии. Они проводились у нас с выездом из города Барнаула под руководством Раисы Андреевны Коркиной. Кроме того, сейчас у нас идут сборы по физике, подготовке этих детей, по информатике, по биологии, по математике. Я как раз это и имела в виду, то есть как у настоящих спортсменов перед испытаниями такая специальная тренировка. Кто участвует в Олимпиаде? Я сейчас хочу, чтобы вы объяснили возрастные рамки, может быть, уже рассказали, сколько предметов, сколько участников. В Олимпиаде участвуют, как правило, в региональном этапе участвуют учащиеся 9-11 классов. Но если школьник, допустим, восьмиклассник готов участвовать за курс 9-го класса, это не возобновляется. И в течение ряда лет у нас есть такие дети, он может быть учиться классом пониже, но участвовать в Олимпиаде за курс, допустим, 9-го, 10-го класса. По каким предметам у нас такие ребята? Какие предметы можно освоить на год? По химии у нас такие школьники, как правило, всегда есть, их готовит, как правило, Раиса Андреевна Коркина, таких детей, потому что она с ними начинает заниматься с начальной школы, поэтому они уже к этому возрасту подходят подготовленными именно к этому уровню. У нас Олимпиада проводится по 20 предметам, из 21 по технологии мы пока не проводим Олимпиаду, и участвовать в региональном этапе будет 760 участников. А есть статистика, какой предмет больше всего набирает участников? Мы сейчас несколько раз химию сказали, это популярный предмет? Есть какой-то топ предметов, где больше всего участников? Знаете, дело в том, что на уровне края отводятся определенные квоты, и это связано с количеством победивших, набравших определенные проходные баллы именно в муниципалитетах. Самые многочисленные у нас Олимпиады, это по математике у нас 80 участников с учетом Олимпиады для восьмиклассников, Олимпиады Эйлера. По физике одна из самых больших, а остальные Олимпиады в среднем 30-40 человек именно этого возраста, 9-11 классов. А скажите, есть какие-то изменения в проведении в этом году Олимпиады? Вы сказали, 20 предметов добавили? Я хочу сказать, что если относительно детей, то порядок не изменился, все по-прежнему. Конечно, задания каждый год новые. Для детей добавилась физкультура. У нас в Алтайском крае мы впервые проводим физкультуру в этом году, и пройдет она у нас в начале февраля на базе педагогического университета. Олимпиада по физкультуре – это все-таки нормативы или это теория? Это и теория, это и нормативы, и даже оказание первой медицинской помощи. Все входит. Все, что изучает предмет физическая культура, все входит в конкурсные задания. Что касается нас, организаторов, то у нас существенно изменились именно организационные условия. Мы впервые Олимпиаду проводим в полном соответствии с проведением единого государственного экзамена. Мы получаем задание впервые через токен «Ключ», и время, когда нам этот токен позволит получить задание, определено только Центральной предметно-методической комиссией. Вот, допустим, сегодня по французскому языку, там хоть и детей сегодня немного было, порядка 20 участников, но тем не менее задание открывали, распечатывали, там определенные же периоды надо пройти, полчаса открывали это задание. И раньше мы его открыть не можем, потому что… Все серьезно, потому что есть определенные стандарты. Также участники не могут иметь при себе телефоны, пользоваться шпаргалками, разглашать задания в течение суток им нельзя. То есть условия вот такие жесткие, но они именно организационного характера, поскольку мы знаем, что в прошлом году была утечка материалов олимпиадных, а цена-то победы высокая. О цене победы буквально через пару минут расскажем, что получает победитель. Я сейчас хочу уточнить, во-первых, по заданиям. Понятно, что сутки нельзя разглашать сейчас, но потом-то, потом прорешивают, предлагают эти материалы как-то для ознакомления другим учащимся, педагогам. Да, потом эти материалы мы, как правило, рекомендуем всем нашим методическим объединениям края рассматривать, решать с детьми. И в ходе нашей ежегодной конференции учебно-методических наших комиссий у нас отдельный вопрос стоит результаты олимпиады и разбор этих олимпиадных заданий. Это в обязательном порядке, чтобы в последующем алгоритм рассмотрения и учить-то надо, это же совершенно другое направление, другая практика. И подготовить ребенка к стопроцентной сдаче ЕГЭ и к победе на Олимпиаде – это абсолютно разные направления деятельности. И, как сказать, градусник измерения талантливого ребенка совершенно раз. Ирина Николаевна, тогда вот если можете сейчас назовите имена, фамилии или победителей вот тех детей, которые, да, или педагогов, у нас уже прозвучало, да, имя учителя химии. Вы знаете, у нас действительно, у нас уже сложился в край вот такой алгоритмы или школы, когда мы знаем, что вот здесь будут победители. Потому что над этим работает коллектив и работает не один год. Допустим, сегодня я могу сказать, это 42-я гимназия города Барнаула, это 124-й лицей города Барнаула, это Бийский лицей-интернат, это 69-я, допустим, гимназия, это сельские школы, Санниковская школа, Зминогорского района, которая готовит детей. Такие яркие номера, имена детей, которые в прошлом году приняли ни в одной Олимпиаде участие и оказались либо призерами или победителями. Допустим, из Рубцовска, Толстобров, Алексей, которого даже пригласили в сборную команду по физике России. Это Лямкин Михаил, это Величко Андрей, это Дорогов Александр. То есть вот те дети, которые не в одной Олимпиаде оказались не по одному предмету. Ну, а если говорить об именах учителей, то они нам тоже известны. Я уже называла Раису Андреевну Коркину, та, которая великолепно готовит химиков. Кравцов Олег Николаевич, учитель 42-й, тоже химиков готовит. Аполлонский Александр Николаевич, физики. Сейчас родители запоминают. Она международки побеждает. К каким преподавателям обращаться? Это Крымова Лариса Николаевна, это математики, это Юрцева Светлана Сергеевна, это информатики, понимаете? То есть мы знаем, покуда идти. Это Рыбицкая тоже в 124-м лицее, это тоже физики у нее победители. Понимаете, есть у нас вот этот потенциал, который может готовить детей. Ирина Николаевна, а что победитель получает? Вот буквально минуту у нас. Почему надо принимать участие в Олимпиадах? Принимать участие в Олимпиадах необходимо, потому что, во-первых, это опыт общения. Опыт общения с высокоинтеллектуальными детьми. И это тоже располагает. Кроме того, если ребенок побеждает или становится либо победителем, либо призером Всероссийской Олимпиады школьников, он без всякого конкурса, без учета результатов единого государственного экзамена может поступить в любой вуз страны по направлению подготовки. То есть если он побеждает в математике, и это предмет по направлению подготовки, значит он туда и поступает. Кроме того, вузы сейчас, наши даже региональные, те дети, которые являются победителями регионального этапа, они принимают у себя положение, они несколько баллов прибавляют к баллам единого государственного экзамена. Тоже повышает шансы на поступление. Ну и вообще, если он даже участник из сельской школы, то он, как правило, герой своей школы. Понимаете? Я понимаю. Спасибо большое. Будем ждать побед от наших ребят. Спасибо большое за интервью. Будем надеяться. Спасибо. Я напомню, у нас в гостях была Ирина Дроздова, начальник отдела общего образования, Министерства образования и науки Алтайского края. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok